Теперь о спорте. Штормовая погода продолжает сопровождать матчи Иртыша и футбольного клуба Чита. Минувшей осенью командам помешал сыграть обрушившийся на Омск снегопад. А в повторном матче футболистам создавал проблемы сильный северный ветер. Команды учли природный фактор. Начавшие игру против ветра, футболисты Читы сделали ставку на тактику цепкой обороны и острые контратаки. Наши игроки пытались чаще бить поворотом. Первый момент создали гости. На 12-й минуте перешедший в Читинский клуб Андрей Разборов убежал один на один с вратарем, а Сергей Бородин выручил нашу команду. В ответ Иртыш провел сразу несколько опасных атак. Ударом новичков нашей команды Эдуарда Круга и Вадима Ларионова не хватило точности. Не хватает завершающего удара, чтобы игрок хладнокровно внес мяч в сетку в ворот. Мы почему-то в последний момент получать то выше, то мимо, то мяч все скочит, в кочку попадет. Почему так происходит? Сами думаем, всей командой собираемся, решаем. Почему так? Никто понять не может. Иртыш пристреливался, наседал. На 62-й минуте главный тренер нашей команды Сергей Бойко решился на усиление атаки. На поле вышел весь резерв сегодняшнего дня. Александр Струков и Алексей Мацура. Есть лимит молодого игрока, и нам, допустим, чтобы Ларионова заменить по лимиту, нам надо выпускать опять по лимиту. То есть, чтобы заменить одного Ларионова, надо выпускать двоих. То есть, мы выпускаем Струкова и выпускаем Мацуру. Мы не можем их по очереди. И надо сказать, что и тот, и другой вышли очень удачно, и остроты стало больше. Замены сработали. За счет прессинга наши футболисты начали чаще выигрывать единоборство. Дважды по левому флангу хорошо прорвался Кирилл Кролевец. На 79-й минуте Круг еще раз мощно пробил метров с 30. Вратарь Гассей с трудом парировал удар, и убежавший Мацура не сумел поразить ворота. Финишный натиск нашей команды не увенчался успехом. Ничья 0-0. И по моментам, да, если считать, 3-2 в нашу пользу, а так абсолютно равная игра. И те, и другие пытались выиграть. 0-0, считаю, тоже закономерно. В нашей ситуации не пропустили хорошо. Да, забить не можем, имеем проблемы с этим. Но, тем не менее, еще раз говорю, из того людского потенциала, что мы имеем на сегодняшний день, довольно-таки для нас неплохой результат. Сумеет ли Ртыш все же использовать фактор своего поля и обыграть принципиального соперника, футболистов из Щиты, узнаем 14 мая. Команды сыграют на Красной Звезде еще раз календарный матч. Начало поединка в 16-0-0. Владимир Истомин, Александр Филиппов, Антенна-7.